Приветствую я, Сергей Королёв, в Иркутске, в гостях, блогер, ну, главный экономист, конечно, общественный деятель и политик Владислав Сергеевич Жуковский. Он приехал не просто так, приехал, в общем-то, по делу. По приглашению. Да, до выборов муниципальных, буквально неделя, да, и поддержать наших товарищей, кандидатов в различные структуры власти муниципальной в Иркутской области. Запланирована целая серия, в общем-то, мероприятий. Будет поездка в Усолье, да, там встреча с партийным активом, встреча с кандидатами. Будет поездка, как и в прошлом году, на Байкал. Мы проанализируем, что успели сделать специалисты с Росатома, да, Владислав посмотрит, вот, что это такое было и что успели сделать. То есть на Байкал не только, как говорится, отдыхать и рыбачить, но и работать. Ну и работать, конечно, конечно. Постеживать ситуацию с БЦБК. Конечно, конечно. Ну и будет круглый стол, который начнется буквально через полчаса, в котором примут участие не только Влад Жуковский, но и депутаты Госдумы Сергей Георгиевич Левченко и Сергей Павлович Абухов, который приехал вместе с Владиславом. Ну, но есть отличия. Если вот в чем был не то, чем Сергей, я-то не в гостях, я-то не в гостях у сказки, я у себя дома, я с Асберга у Байкала, поэтому я-то там и вернулся. И поэтому не мог пропустить такое важное дело, как выборы 2022 года, 11 сентября. Да, конечно, выборы, понятно, в этой ситуации все больше превращаются в фарс, это все больше похоже на клоунаду, это все больше похоже на имитацию бурной деятельности, потому что, ну, мы же понимаем, двухдневное, трехдневное голосование. В ряде регионов уже электронное голосование идет, массовое снятие с выборов кандидатов от оппозиции, кому-то шьют фейки, кому-то шьют дискредитации, кому-то шьют 280-ю, часть третью УК РФ, кому-то 207-ю, кому-то расстроение экстремистских каких-то, значит, материалов, символикой голосования мудрого, разумного, да, или какие-то антикоррупционные расследования. Вот, но, тем не менее, мы понимаем, что кризис набирает обороты, что как бы власть не пыталась свалить на проклятых буржуинов, Запад, НАТО, большевиков, печенегов, половцев, причину бед россиян, рост цен, провальные майские указы, проваленные нацпроекты, рост безработицы, остановку предприятий, скажем так, затяжной системный кризис. Люди понимают, и мы должны доводить эту информацию, что виновата, прежде всего, та общественно-экономическая формация, та политическая элита, та офшорная аристократия, которая Россия, по большому счету, правит. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы донести до людей правдивую информацию о том, что кризис в России начался задолго до Украины, задолго до всех спецоперационных действий, задолго до блока НАТО. Десятилетиями в России бесконечный один кризис, последние 30 лет после развала Советского Союза, построения периферийной такой полуколониальной экономической модели. Поэтому сегодня что мы увидим? 21 миллион россиян официально за чертой бедности уже по данным Росстата. Красивые, прилизанные цифры, политкорректный Росстат не может скрыть масштабы обнищания. Мы видим, что инфляция в России официально 14,5% подбухлевали, реально цены выросли на 40, 60, 80%. Мы видим, что рекордное падение пенсии, зарплат, с учетом роста цен происходит, такого не было с 90-х годов. И как бы не пытался Росстат сказать, что в первом квартале доходы упали россиян всего лишь на 1,2%, во втором квартале вообще меньше 1% падения. Мы понимаем, что обнищание масс рекордное. И конфискацию яхт, вилл, особняков, элитной недвижимости на Западе, которую проводит Запад, но не проводит российская власть, не проводит Кремль, не проводит Путин, Медведев, Мишустин, которые сохраняют вот эти итоги кредитно-залоговых аукционов, ваучной приватизации, не трогают кооператив озера, вот эту залпу сотню Форбса. И по-прежнему колоссальные доходы от экспорта нефти, газа, сырья, леса, металлов не работают на нужной страны. Вот они ничего по большому счету не меняют, они просто мне говорят, что, друзья, враги все там, на выборы не ходите, ничего от нас не зависит. Значит, у нас работают якобы импортозамещения. Вот вам Мантуров, вице-премьером по импортозамещению. Мантуров есть с доходами в 700 миллионов рублей, импортозамещения нету, но, как говорится, денег нет, но выдержитесь. Поэтому политика власти еще понятна. Поиск врежнего врага, игра в осажденную крепость, обвинение кого угодно в проблемах россиян. И, соответственно, максимально-максимально эти выборы все дискредитируют, чтобы люди на них не пришли. Ну, как раз об этих темах сейчас поговорим на круглом столе. На связи будут и наши кандидаты в Иркутской области с территорией. Завтра выйдем в Уссолье, будем говорить об экологии, об экономике. Я бы только сейчас узнал о том, чтобы выйдем в Уссолье завтра. О чем вы сказали в общем, да. Ну, и в Байкальске, да. Но там не будет круглого стола, там будет такая экспедиция, в общем-то. Вот, так что следите за аккаунтами Владислава, да, по поездке, за ютуб-каналом Сергей Королев. Мы прямую трансляцию будем сейчас с круглого стола. Смотрите, пишите комментарии, друзья. Вот, но тоже важно понимать, что кризис действительно набирает обороты. Все, что можно было провалить, успешно провалено. Все эти стратегии 2020. Никто не дождался ни борьбы с бедностью, ни повышения зарплат в полтора-два раза, как обещали. Ни снижение бедности в два раза, да. Значит, мы так и не увидели там доходы в 2700 долларов на одного человека. Зарплату обещан еще в стратегии 2020-2008 года, да. Мы не увидели, соответственно, доступной качественной медицины. Она разрушается, уничтожается. Все эти оптимизации в социальной сфере происходят, да. Вот, поэтому сейчас в условиях, когда происходит такой дефолт доверия власти, когда, как бы пропаганда не пыталась общество мобилизовать игрой в такую квазипатриотическую, квазисоветскую риторику, значит, паразитированием на символике, на достижениях того общественного строя советской эпохи, да. Мы понимаем, что ничего с точки зрения смены экономического курса не происходит. Все продолжают жить по-своему, доходы, бюджет купается в деньгах, там рекордные профициты бюджета были в начале этого года. Колоссальные доходы корпоративные, там у нефтегазовых компаний зафиксированы, да. Сейчас мы видим, что там практически 200 миллиардов долларов – это превышение экспорта над импортом товаров. Государство купается в деньгах, но никак не может захотеть и разродиться планом о том, как эти деньги вложить в российскую экономику. Поэтому пенсионная реформа не отменена, прогрессивная шкала подоходного налога не введена, малообеспеченные, малоимущие от налогов, от НДФЛ не освобождены, кредитов для промышленности в 2-3% как не было, так и нету, оборотный капитал безумно дорогой, ставки по кредитам 15-20% и даже выше. Соответственно, малый бизнес от налогов никто не освободил, все эти оборотные налоги, налоги на прибыль, страховые взносы, прочими которыми задушили, да. Тарифы монополия растут, электроэнергия, железнодорожный перевоз, цены на сырье безумные, стройматериалы, посмотрите цены, металлоконструкции, удобрения. Цены в России местами даже выше, чем на азиатском рынке, и, конечно, это просто убивает экономику. Поэтому сейчас самая главная история, что хоть эти выборы сейчас, как бы мы не хотели надеяться, что что-то поменяется, решится, люди придут, а, к сожалению, ни черта этого не произойдет. Мы видели, как с трудом явка была 33% на выборах в Госдуму в прошлом году, когда был такой подъем патриотических и левых сил, да, и когда люди поверили, что может что-то изменить, и что-то изменили. Избрали, значит, КПРФ практически обогнали, значит, со всеми фальсификациями, бросами единороссов на выборах в Иркутской области, да, 28% заняли по списку. Победили в ряде регионов оппозиционные кандидаты, там, с десятых человек по России. В Якутии тоже самое, Республика Коми, Олег Михайлов, да, там и прочее, прочее. Михаил Матвеев с Самарской области. Но в целом муниципальные выборы мэра городов явка 15, 20, 25%, она крайне низкая. И власть сделала все возможное, чтобы расколоть общество внешней политикой, расколоть общество спецоперационными мероприятиями, расколоть общество, вот с этим снятием оппозиции с выборов, да, потому что репрессии же касаются не только, они не всех касаются, они не точечные. Это не так, что, знаете, там, сегодня посадили Яшина Ройзмана, значит, или там кого-то еще, а не трогают коммунистов. Нет, сажают и снимают с выборов массово. И Николай Бондаренко лишен мандата депутаты, Валерий Рашкин уголовное дело, Николай Платошкин уголовное дело, Андрей Левченко уголовное дело, 9 лет лишения свободы в Иркутске, вот глава фракции КПРФ в ЗАГСобрании. Значит, десятки кандидатов на выборы, значит, муниципальных депутатов в Москве сняты с выборов, 68 человек, практически там 60 человек с лишним, только 48 сняты по суду от КПРФ и движенцы. Яблочники десятками сняты, поэтому, если бы власть была уверена, что она все контролирует, что не все под контролем, что у них реально есть какие-то рейтинги, там, 146%, 206%, они бы не занимались этой чехардой, они бы не закручивали тагайки и не уничтожали политическое пространство. А сейчас под шумок патриотических лозунгов, под призывы бороться с Западом, в России, по большому счету, происходит полная зачистка политического пространства, люди это видят, люди не хотят идти на выборы, но повторюсь, что если на них не прийти, даже если они ничего не поменяют радикально, то это, по большому счету, лишь смириться с тем курсом на, скажем так, опустошение ваших карманов, на уничтожение прав и свобод россиян, которые происходят в последние годы. Ну, не забываем, что выборы 11 сентября, обязательно надо прийти проголосовать. В последний день голосования. Да, у нас один день. Это у вас в Москве три дня, а у нас один день. Ну, а через полчаса встречаемся на круглом столе. Не переключайтесь, YouTube-канал Сергей Королев. Спасибо.